МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В такой ситуации запросто можно лишиться своих владений. Если земельный участок учтен до 1 марта 2008 года и отсутствует сведения о правообладателе, то существуют процедуры снятия с учета такого земельного участка. Он становится свободным. Недобросовестные лица пользуются ситуациями и становятся правообладателями таких земельных участков. То есть внесение записи о своем праве собственник говорит для всех третьих лиц о том, что он является собственником данного объекта, и это обеспечивается открытостью сведений реестра. Но, как ни странно, сведения реестра не открыты, и это как раз на защиту права, чтобы все лица, а сведения протеставляются любому заинтересованному лицу, знали, что у данного собственника есть правообладатель. Итак, если вы владеете земельным участком и на нем есть капитальное строение, то у вас должно быть два документа о праве собственности на землю и на объект недвижимости. Если на землю нет такого документа, в ваших интересах как можно быстрее оформить на участок право владения. В случае, если у вас имеется строение на земельном участке, у вас больше возможностей оформить право на этот земельный участок. В случае, если строение по каким-то ни было причинам отсутствует на земельном участке, то есть оно было уничтожено, либо снесено, то уже повторно оформить право на этот земельный участок, зарегистрировать, будет более проблематично. При этом имейте в виду, регистрируя право собственности, прежде вам придется заплатить штраф за нарушение земельного законодательства. Вы же использовали земельный участок без прав. Сумма штрафа от 5 до 10 тысяч рублей.